Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наши беседы, продолжаем заниматься герменевтикой. И поскольку мы сегодня снова будем обращаться к Слову Божию, давайте попросим Божьего благословения и обратимся к нашему Отцу, к нашему Создателю в молитве. Наш Господь и Бог, Ты призвал нас в этот мир, чтобы мы были солью земли. Ты призвал нас в этот мир, чтобы совершать свое дело в мире через нас. Ты призвал нас для того, чтобы мы были послушны Тебе и более того, для того, чтобы мы любили Тебя. Ты призвал нас, Господь, по своей великой любви и открыл нам свой замысел через свое Святое Слово. И сегодня, Господи, мы просим Тебя, благослови предстоящий нам день, благослови наши занятия, благослови нашу беседу, благослови нас в изучении Твоего Святого Слова. Помоги нам, Господь, доносить Твое Слово до тех людей, которые в Нем нуждаются. И помоги нам самим укореняться, утверждаться и изменяться, чтобы больше соответствовать тому образу, в котором Ты хочешь нас видеть. Господи, мы молим Тебя о покаянии этого мира. Мы молим Тебя о том, чтобы мир обратился к Тебе. И мы молим Тебя на пути этого покаяния. Сделай нас Твоими орудиями. Молим Тебя великим именем Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, давайте вспомним. Вот взяли мы библейский фрагмент, взяли мы библейский текст и хотим его толковать, интерпретировать. На что надо обращать внимание? Какие вопросы задавать себе на этапе толкования библейского фрагмента? Пожалуйста. Кто, где, когда, зачем, в каком месте? Хорошо. Кто говорит, когда говорит, в каком месте? И так далее. А для кого? То есть какая аудитория? А еще о чем мы вчера говорили? Из того, на что обращать внимание? Помните обычаи и традиции? Исторический фон. Исторический фон, культура. Мы говорили в связи с ветхозаветным повествованием, но и к новозаветному повествованию это также относится. Мы говорили с вами об определении характеров, об определении действующих лиц, их мотивов. Постараться увидеть героев священного писания как героев живых, потому что это живые люди, а не муляжи. И мы с вами также говорили о контексте, о том, как важно выстроить причину-следственную связь. Если она существует, важно ее увидеть, понять, почему именно так. Мы видели это с вами на примере Иакова и, соответственно, Иосифа и его братьев. Мы увидели, что порою библейские характеры кажутся противоречивыми. Вот Самсон, такой рубаха-парень, весельчак, который при этом имеет совершенно конкретное призвание от Бога. И мы увидели, как соотносится человеческая свобода, ну а в случае Самсона это и человеческое непослушание, с Божьим призванием. Вот все эти моменты помогают нам понять, что же это за герои, что же это за люди такие. И когда мы увидим этих героев как живых людей, мы с вами можем и провести параллели с нашим миром, увидеть в Библии себя, или точнее увидеть, как Священное Писание относится к нам. Читать не просто как старую пыльную книгу, но как живое Божье Слово. А это, друзья мои, два совершенно разных способа прочтения. Я просил вас посмотреть на угасание Саула. В одном из прошлых курсов я приводил вам пример, мы вспоминали о том, что Саул и Савл по-еврейски имеют одно и то же имя. Они из одного и того же колена, из колена Вениаминова. Но Саул первый царь Израиля, Савл первый апостол язычником. Саул хорошо начал, но плохо кончил. Савл плохо начал, он преследовал христиан, преследовал и Христа, но хорошо кончил. Ему принадлежит венец. Вот интересно, как описывается падение, угасание Саула. Знаете, оно постепенно. Если вы открываете Священное Писание, открываете Первую книгу царств, где эти эпизоды описываются, понимаешь, что события происходят как бы незаметно. В каких-то из них Саул как бы даже кается. Вот это слово «как бы», я его не люблю, это слово «паразит», но в данном случае оно очень уместно, как бы незаметно и как бы кается. А между тем, речь идет о трагедии в истории Израиля. Кстати говоря, мы на это еще немножко позже обратим внимание. Полезно посмотреть, как относится к этому Давид. Почему я обращаю внимание наше с вами на этот фрагмент «Жизнь Саула»? К сожалению, за последние годы, за последние десятилетия, вот эта проблема постепенного отступления, это серьезнейшая проблема многих христианских церквей и многих христианских служителей. На постепенность мы обращаем внимание, потому что отступление как бы даже и незаметно. Если сравнивать в динамике, допустим, за месяц, даже за полгода, все вроде бы нормально. Но это вопрос тенденций. Вот на более, скажем так, продолжительном этапе, при анализе на более продолжительном этапе, эти тенденции видны. Итак, на протяжении последних нескольких бесед мы с вами смотрели на развитие характеров. Мы с вами обращали внимание на подробности, мы с вами смотрели, как выстроен сюжет священного писания. Все это нам помогало работать, прежде всего, с повествовательными жанрами, с ветхозаветным повествованием. Новозаветное повествование устроено подобным же образом. Мы перейдем к новозаветному повествованию завтра или послезавтра. А сегодня перед нами еще одна часть, еще одна существенная часть проблематики. Комментария по проблематике герминевтики, толкования священного писания. И это то, что называется богословским аспектом толкования. Вот речь идет о следующем. Понимаете, каждый из нас очень хотел бы предположить, что мы читаем Евангелие, читаем Библию, глядя на текст священного писания открытыми глазами, без всяких предрассудков, без всяких предмнений. Каждый из нас хотел бы предложить, предположить, что мы смотрим на библейский текст, а не имея при этом никаких очков. Мы просто смотрим на библейское повествование или на любой библейский текст, как будто в первый раз его видим. На самом деле это не так. Каждый из нас имеет определенную богословскую позицию. Эта позиция может быть не озвучена. Эта позиция может быть даже неосознанна. Однако эта позиция всегда существует. И то, как мы с вами рассматриваем библейский текст, окрашено, определено этой позицией. Вот прежде чем понять роль этой позиции и научиться с ней работать, научиться ее учитывать, нужно, по крайней мере, осознать ее существование. Для того, чтобы помочь в этом, я бы хотел задать вам вопрос. Я хотел бы, чтобы вы отвечали на этот вопрос вслух, совершенно не боясь того, что скажут другие участники наших занятий. Первый вопрос будет таков. Ну, допустим, есть христианин, который по-настоящему верит Богу, который по-настоящему доверяет Божьему Слову, но этот христианин серьезно болен. И эта болезнь кажется неисцелимой. Вопрос. Если этот христианин действительно доверяет Богу, должен ли он просить об исцелении? И обещал ли Бог или обещал ли Христос, что таковое исцеление обязательно будет? Да или нет? Болезнь физическая? Болезнь физическая. Обещал ли Бог или обещал ли Христос, что вот он исцелит любую физическую болезнь для того человека или исцелит от любой физической болезни того человека, который действительно доверяет ему? Он не знает. Что-то как-то задумались. Тогда или нет? Любящим Бога, призванным по его изборению, все содействует ко благу. То есть, то состояние, то положение, которое определил для меня лично Бог сегодня на данный момент, значит, оно более полезно. Бог больше знает, что для меня полезно. И его как бы разумение относительно меня, оно правее. Посмотрите внимательно, что вы только что сделали. Вы взяли библейский фрагмент и сразу же его интерпретировали. Любящим его, призванным по его изборению, все содействует ко благу. Но, значит, то положение, в котором я сейчас нахожусь, которое Бог для меня определил, оно для меня и полезно. Есть ли среди вас люди, не согласные с таким определением, которые считают, что все-таки человек по-настоящему верующий получит исцеление, потому что Христос ходил по земле, он исцелял больных, потому что Исайя говорит ранами его, мы исцелились, потому что Иисус пришел для того, чтобы исцелить и нашу душу, и наше тело. Есть ли люди, которые подпишутся под этими утверждениями, или никто подъезд из вас под ними не подпишется? Допустим, апостолу Павлу Господь сказал, достаточно тебе благодарить, когда он просил исцелить его. А вы никогда не слышали другие интерпретации вот этого жала в плоти апостола Павла, о котором он говорит во втором послании к Оринфинам? Вот другие интерпретации, кроме физической болезни, не встречались с ними? Встречались. Приведите, если встречались. Ну, то, что у него был какой-то любимый грех, который он постоянно совершал, то есть это духовная болезнь, не физическая, а духовная. Духовный и как бы его... Да, но при этом он говорил о себе, что он по праведности закона не порочен. Ну, ладно, любимый грех. Так, еще. Еще есть одна очень частая интерпретация, и она в харизматических кругах на самом деле превалирует. Я удивляюсь, что никто из вас ее не слышал. И эта интерпретация, кстати говоря, довольно серьезная. Так, что Павел под жалом, под этим, имеет в виду не болезнь физическую, а тот факт, что не каются люди. Либо то, что не каются язычники, либо то, что не каются иудеи. То есть вот это жало, о котором он говорит, о котором он даже просил Бога удалить, это то, что его служение, в частности, служение среди иудеев, оказывается бесплодным, или не приносит столько плода, столько хотелось бы. Неэффективное, да. То есть это неэффективное служение. Как же неэффективное, когда церковь одна за другой возникает? Среди иудеев. Ну, слушайте, а знаете, сколько жал у пасторов? Когда ты с этим человеком работаешь, работаешь, свидетельствуешь его свидетельствуешь, встречаешься, он на тебя приходит, понимаешь, время тратишь что-то. А жало, понимаете, не кается человек. Оттуда такая интерпретация возникает. Да, тут, конечно, с этим можно поспорить. Я не говорю, что я принимаю эту интерпретацию, я говорю, что она существует. Я говорю, что она существует. Ирина, вот, смотрите, какая вещь. Ну, в данном случае нам с вами, у нас не совсем такая репрезентативная, может быть, выборка участников этого класса. Мне бы очень хотелось, чтобы здесь оказалось, ну, там, два, три, четыре таких спорящих, молодых, кидающихся в бой харизмата. Потому что тогда... Да, да, да. Не, а вы не кидаетесь пока в бой. Вот, а значит... А вы вообще такой первый раз услышали? Вообще никакого цикла в церкви у нас не говорили, и в других харизматических харизматах. Я хотел бы просто показать вам, что наши интерпретации священного писания окрашены нашим богословием. Это очень часто. Когда-то в семинарии мне довелось брать целый курс, изучать целый курс. Преподаватель, в котором доказывал, что Нагорная проповедь нам, христианам 20-го, а теперь уже 21-го века, совершенно не нужна. Потому что она к нам не относится. Она говорилась для других людей. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Да, она говорилась для иудеев вот того времени. И для нас она действительно полезный пример, да, конечно, но мы имеем нечто гораздо большее, чем Нагорная проповедь. И такая интерпретация этого богослова проистекает не столько из библейского текста, сколько из богословской позиции, которую мы занимаем. Аналогичная ситуация в дебатах о том, можно или нельзя потерять спасение. Или там даже так, можем или не можем, мы быть уверенными в нашем спасении. И ситуация здесь такова, что наверняка вы слышали библейских богословов, интерпретаторов, комментаторов Священного Писания и читали комментарии и с той, и с другой стороны. И вот что интересно. Каждый из них приводит вроде бы убедительные аргументы. Ну как же так получается? Два человека читают одно и то же Писание, одно и то же Божие Слово, и приходят к разным выводам. Почему? Опять-таки дело в тех очках, в тех предмнениях, с которыми мы подходим к Божию Слову. Аналогичный вопрос, это, например, вопрос о языках, говорении на языках, гласолали. Значит, что это за языки? Одни скажут, это языки земные, которые вот апостолы, в частности в Деяниях апостолов 2 глава, это языки других народов, которые апостолы не учили, но которые они получили как дар по Божьей благодати, получили знания или возможность говорить на этих языках как дар Божьей благодати. А другие скажут, нет, и в этом месте, и в 1-м послании Коринфянам 13-й и 14-й глава речь идет не о земных языках, а о языках ангельских, языках особых, небесных. Кто-то выберет промежуточный вариант, по которому во 2-й главе Деяний речь идет о земных языках, в 13-й и 14-й главе 1-й послании Коринфянам о языках небесных. Аналогичный вопрос. Пророчество, говорение на языках и крещение Святым Духом. В Деяниях несколько раз мы видим указание на то, что люди были крещены Святым Духом и начинали говорить на языках и пророчествовать. С крещением Святым Духом приходят духовные дары. Как интерпретировать эти фрагменты? И вот, опять-таки, находятся богословы, которые интерпретируют это так, что это особые события, которые были только в Деяниях апостолов, потом это уже, скажем, сегодня это уже не так. Другие говорят о том, что крещение Святым Духом должно обязательно быть сразу же после того, как человек принял Христа, как человек покаялся. Кто-то скажет, нет, не сразу. Может быть, человек, который покаялся, который принял Иисуса Христа, но долго не принимает крещение Святым Духом. Это еще одно действие благодати, которое рано или поздно должно быть, но не у всех оно бывает сразу. Для людей, которые стоят на этой позиции, вполне приемлема мысль о том, что вот может быть человек, знающий Христа, он христианин, но пока еще он не крещен Святым Духом. Опять-таки, сторонники всех этих позиций ссылаются на Священное Писание. Сторонники всех этих позиций приводят доводы. Но давайте скажем, в общем, давайте скажем, как есть. Наши доводы, наше толкование Библии окрашено богословием. Богословие это то, как мы отвечаем на вопросы. Кто такой Бог? Каковы его качества? Каковы его отношения? Каковы его отношения с людьми? А богословие, вообще говоря, должно проистекать из Священного Писания. То есть, мы читаем Библию как с чистого листа, мы читаем ее впервые, и потом уже формируем богословскую позицию. Но одно дело, то, что должно быть. Другое дело, то, что есть на самом деле. Для интерпретации, для толкования Библии, пожалуй, самый важный богословский вопрос это не вопрос о духовных дарах, не вопрос о языках, даже не вопрос о крещении Святым Духом. Это важные вопросы, но они все-таки на втором плане. Самый важный вопрос для тех из нас, кто занимается толкованием Священного Писания, это вопрос о связности или несвязности Божьего Откровения. Связности, скажем так, Божьи отношения с человеком, они всегда более-менее одинаковы, если есть несколько этапов, то, может, они плавно переходят один в другой, или есть несколько конкретных промежутков, и в разное время Бог выстраивал отношения с человеком по-разному. Сейчас мы разберем этот вопрос подробнее, и вам будет яснее, о чем идет речь. Ну вот, допустим, Саул. Чтобы спастись, что нужно было Саулу? Саул мог бы спастись или спасался как? Исполнением закона или по благодати через веру в Иисуса Христа, которого он еще не видел, но в какой-то мере о нем уже знал? Это вопрос, это серьезный богословский вопрос. Вот закон Моисеев, какой смысл, какое значение он имеет сегодня для нас с вами? Это заповеди, которые относились только к иудеям, которые мы можем сегодня списать со счетов? Это пример для подражания? или какие-то фрагменты Моисеева закона относятся сегодня к нам? Если мы отвечаем, что какие-то фрагменты относятся к нам, тогда нам зададут следующий вопрос, а какие именно и почему именно эти? И почему не другие? Богословие откровения, богословие отношений с Богом и человека, как выстраиваются отношения Бога с человеком? Существуют три основные системы, которые отвечают на вопрос, каким образом строятся отношения между Богом и человеком, как они строились в истории. Первая из них либеральная, вторая и третья присутствуют у евангельских христиан, причем у очень консервативных евангельских христиан, то есть либерализма во второй и в третьей системах нет. Но скажу сначала о системе либеральной. Либеральная система говорит о множественности богословия. Множественность богословия. Что это такое? Ну, Новый Завет возьмем. Нам проще с Новым Заветом. Мы с вами евангельские христиане, консервативные евангельские христиане, иногда спрашиваем, как учение Павла об оправдании через веру, по благодати через веру, как оно соотносится со словами Иакова о том, что вера без дел мертва. Чем же мы оправдываемся? Как согласовать, как соотнести два этих понятия? Вот для либерала, для человека, который, вообще говоря, не вполне верит в авторитет Священного Писания, так мягко сказано, этот вопрос бессмысленен. Как соотносится? Да никак. А что значит никак? Ну, вот есть человек Иаков, есть человек Павел, у каждого из них свои богословские позиции. Иаков имеет право на свою, Павел имеет право на свою, согласовывать мы их совершенно не обязаны, мы читаем и выбираем из них то, что нам кажется наиболее вероятным. Ну, это то же самое, как есть, допустим, два проповедника, есть Валерий Николаевич, да, и есть Сергей. А как соотносятся позиции этих проповедников? Да никак не соотносятся. Один говорит одно, насколько Господь ему открывает, другой говорит другой, насколько Господь ему открывает. А кому Господь открывает правильно? Да, скорее всего, ни тому, ни другому. Вполне возможно, что он мне откроет правильно. Когда я прочитаю мысли одного или услышу мысли одного, увижу его ошибки, и мысли другого, увижу его ошибки, и потом все это дело сопоставлю, я приду к некоему верному откровению, да и то это Откровение, скорее всего, будет верно для меня. Когда мы забираемся в Ветхий Завет, там уже дебри. Понятно, что Моисею, если вообще был Моисей с либеральной точки зрения, понятно, что Моисею что-то Бог открывал. Но Моисей, вообще говоря, был весьма темным человеком. Скотинку там всякую пас поначалу. И посему, в общем-то, ну что с него возьмешь? Это его богословие, это его взгляд. Более того, богословие иногда делится, допустим, на богословие раннего апостола Павла и позднего апостола Павла. Раннее иоанновское богословие и позднее иоанновское богословие. И тогда не остается проблем с тем, что вот, допустим, есть кажущиеся противоречия или просто противоречия в разных книгах одного и того же автора. Ну как? Ну вот был Павел молодым, таким неопытным еще. Значит, иногда петушащимся. Иногда тут распекал он, по-моему, галатийцев, распекал он коринфян. Вот. А потом состарился, поумнел. И кто-то там проповедует Евангелие из зависти. Он говорит, ну что мне до того? Главное, чтобы Слово Божие проповедовалось. То был ранний Павел, это стал поздний Павел. Все нормально. Значит, для либерала вопрос решается очень просто. Есть разные книги, есть разные авторы. Каждый автор получил что-то свое. Поскольку Библия это набор книг и единого общего богословия нам ожидать не приходится. Я не буду критиковать сейчас либеральные взгляды. Во-первых, потому что мы делали это уже достаточно в предыдущих курсах. Во-вторых, потому что, я думаю, каждый из вас понимает проблемы, возникающие с этими взглядами. В таком взгляде, в либеральном взгляде все-таки остается судья, который принимает решение о том, что правильно и что неправильно. Но этот судья уже не Бог и не библейский автор. Этот судья уже я сам. И решение я принимаю не исходя из того, что правильно и что неправильно, а исходя из того, что мне нравится и что мне не нравится. А это уже, как вы понимаете, совершенно другие и весьма субъективные критерии. Это взгляды либеральные. теории. Но есть две очень мощные консервативные теории, которые обязательно необходимо учитывать. И когда вы будете читать, в частности, комментарии других авторов по священному писанию, вы легко увидите, на какой позиции стоят эти теории. Стоят эти комментаторы. Значит, первая теория, это консервативная теория, о которой нужно сказать. Первая теория называется длинным словом диспенсационализм. Кто из вас слышал такое слово вообще в принципе в природе? Диспенсацианализм. Да, не выражаться, да? Диспенсационализм. Иногда те, кому сложно выговорить это слово целиком, его сокращают, и получается диспенсационализм. Диспенсационализм. Не шибко великое сокращение, но поможет. Значит, диспенсационализм или диспенсационализм вы на самом деле во многих очень изданиях встречали. Вы только не понимали, что это, может быть, не все понимали, что это такое. Есть, например, книжка, такие небольшие томики, их всего пять, толкований на все книги священного писания. Иногда их в России как-то стали называть комментарии Платона Харчла. На самом деле он под редакцией Платона Харчла, а написали его преподаватели Даллосской богословской семинарии. А Даллосская богословская семинария это, пожалуй, самая крупная школа, самое крупное учебное заведение, которое стоит на позициях диспенсационализма. Некоторые из вас встречали Библию, которая называется Библия Скофилда. Библия Скофилда переведена на русский язык с комментариями. Это комментарии Скофилда. Некоторым, может быть, знакомы такие имена, как Луис Перри Чефер и Чарльз Райери, Джон Уолворт и другие. Вот это как раз люди, которые стоят на позициях диспенсационализма. Слово диспенсационализм происходит от другого слова диспенсация. Вот диспенсация это слово латинское, иногда его заменяют другим русским словом, извините, другим тоже иностранным словом. Это этап, этап Божьего домостроительства. Этап, период, этап. Диспенсационализм утверждает, что существует несколько R, несколько этапов истории. В каждой из этих этапов отношения между Богом и человеком строились по-своему. Более того, с точки зрения диспенсационалистов, предписания Божьи в каждом из этих этапов относятся только к людям, живущим или жившим в этих этапах. Просто Бог берет и говорит, я буду строить отношения с людьми по-другому. Соответственно, диспенсационалист читает и комментирует Священное Писание. В классическом диспенсационализме существует 7 или 8 таких этапов, периодов отношений между Богом и человеком. Но у разных авторов количество колеблется от 3 до 7 или 8. Этапы классического диспенсационализма, я вам перечислю и скажу несколько слов о каждом из них, опять-таки, для того, чтобы в следующий раз, читая комментарии к Священному Писанию, или слушая проповедь, вы могли понять, из какой богословской позиции исходит проповедующий. Кстати говоря, проповедующий далеко не всегда понимает сам эту позицию. Возможно, он где-то это слышал. Но мы-то с вами, в общем, должны понимать, откуда что берется. Поэтому эти позиции действительно необходимо озвучить. Первая диспенсация Божьего домостроительства – это так называемая диспенсация невинности. Innocence. Диспенсация невинности или диспенсация свободы. Это догрехопадение. То есть, в принципе, диспенсация невинности захватывает всего первую, вторую и начало третьей главы книги «Бытие». Все. Значит, дальше этой диспенсации не было. Какие характерные черты этой диспенсации? Люди живут по Божьему слову, причем это Божье слово у них в сознании, у них в совести. Люди безгрешны. У них есть возможность согрешить. То есть, они свободны. Но они не воспользовались еще свободой в пагубном для себя образом. Отношения Бога и человека строятся напрямую. Помните, Адам и Ева общаются с Богом. Бог прогуливается в прохладе дня. Бог беседует с людьми. Наверное, они даже видят Бога. Естественно, Бог всегда видит их. Бог и дальше будет видеть их, но и они видят Бога. Тесное, ничем не нарушенное, ничем не оскорненное общение. То, что относил... Да, человек, который стоит на этом этапе, извините, стоит на диспенсационарических позициях, будет использовать эти позиции и в своем понимании Священного Писания. То, что было заповедовано, то, что сказано было Адаму и Еве, совершенно не обязательно относится к нам. Более того, это не относится к нам. Большинство из этого не относится к нам. Это другая диспенсация. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...